Всем привет! С вами снова Atlantis 3.570. И сегодня ваше внимание предоставляется второй уже выпуск трактора истории людей машины. Как я и говорил что буду покупать второй выпуск. Упаковочка у него такая вот клейкая. Хотя больше похоже что запаян. Сделаем все по-быстренькому, потому что я спешу. Я даже не собирался сейчас записывать, но просто хочется вскрыть и смотреть его, а без записи как-то скрывать не очень. Кстати такая довольно неплохая подложка, то есть сделаны из двух листов картона. Довольно такая упругая. Как и веер можно использовать. С красивой у нас пшеницей. Ну опять номера. Третий, как я и говорил, я покупать не буду. Через две недели у нас уже модель трактора Т-16. Не знаю, если понравится где-нибудь там в палатке, вижу его вот так. Может быть куплю. А так реально мне никогда не нравился. Я вживую видел эти трактора. Также на поля она развозила женщин. Это еще не в советское время, в мое детстве. Деревня у меня находится далеко, скажем так. Ну и так далеко. Так что там были поля. У меня и бабушка работала на полях в свое время. Так что это с этим трактором, скажем так, я знаком. Ну не знаю, мне никогда вот поможет. Трактор это вот, где мотор впереди и все круто. Вот это. Ну там допустим, есть где, по-моему, они и сзади мотор. Но все равно он смотрится вот этот, даже не знаю, не детрактор какой-то, ну не важно. Так, по-быстренькому. У нас очередная программка. Вот здесь начинает. Можно, наверное, опять отсканировать. Посмотреть на модельку этого трактора, как в прошлый раз. Сканирован. Я не буду, наверное, сканировать. Сканировать бесплатное приложение. Скачайте бесплатное приложение. Не знаю, если кому интересно, напишите. Я в следующий выпуск. Этот, скорее всего, буду покупать. Отсканируем. Может даже опять и тот, и другой, и третий. И то, что все вместе посканируем. Сейчас некогда. Айфон убран. Так. Ну вот у нас данные. Время выпуска 49.79. Общее количество выпускных тракторов 957 тысяч 900 штук. До миллиончика не добрали. 42 и 100 тысяч. 42 тысячи из 100 тракторов, по-моему, да? Надеюсь, правильно посчитал. Мощность двигателя лошадиных сил киловатты. У нас конструктивная масса килограмм. Число передач на бабла. Ладно. Синичная. Вот такую модельку, блин, первого трактора. Честно, дадут. Чуть я сомневаюсь. Так, трактор на пару. Было бы прикольно бы. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот он у нас, да? Получается. Фабриконы грузят трактора. Такие без кабинок. Только с каркасной безопасностью. Типа у нас смф какой-то. Ну, значит, что он латиница. Но номер, значит, наверное, скорее всего, не наш. Окей. Вот так вот он выглядит у нас в упаковке. Давайте. Так, так, так. Мадрин. Слушайте, а он не в Китае, можно сказать, сделан. Сделан в Бангладеше. Круто. Впервые что-то не из Китая. Так. Подцепил. И давайте. Опа. Бангладеш, Бангладеш, Бангладеш. Так. Это, скажем так, есть небольшой дефект. Вот эта штока погнута. И, кажется, я ее сейчас сломал немного, да. Я ее немного сломал. Пытаюсь выпрямить. Ее вклеили неровно. Ну, нет. Она держится. Все нормально. Просто там у нее много потрескалось. Ничего не болтать. Так. Фокус. Фокус. Так. Видите. Все держится. Просто там немного то ли краска. Нормально все смотрится. Просто вклеили криво. Сначала мне дали модельку. Но у нее здесь вот на крыше был большой скол. То есть отваленная краска. Я, скажем так, сказал дайте мне другой трактор. Гусеницы у нас немного слезли. О, кстати. Смотрите. Гусеницы резиновые. Это резина. И они вращаются. Эти колеса не вращаются, по-моему. По-моему. По-моему они... Да. Вот эти вот маленькие. Это... Либо они так хорошо заклиненные. Либо я даже не знаю. Хотя по виду они как будто способны вращаться. Но они не вращаются. Не знаю. Потому что сниму с педесталбца. Да. Вот эти не вращаются. Но вот эти вот вращаются. Как видите. И переднее, и ведомое колесо заднее. Так что они оказываются рабочие. Я думал это, кстати, будет кусок пластмассы. То есть вот типа литье. Не двигается. А здесь двигается. Так что это круто. Реально круто. Как и первые у нас колеса вращались. И здесь гусеница вращается. Это сделано на 5 с плюсом. У нее немного тут гусеница ушла. Но ее можно достать оттуда. Прикрутили. Единственное, конечно. Вот я говорю. Немного неровно у меня приклеена вот эта фара. Посмотрим. Дефектов покраски, по-моему, нет. Есть небольшие какие-то микроцарапинки. Но не столь критично. Как-то кривоватенько тоже вот это под углом. Таксинь как-то весь трактор как-то криво стоит. Вот как спереди смотришь, кажется, более-менее. Вот как-то сзади как будто он клонится в эту сторону. Как-то туда наклон идет. Может так кажется через камеру. Да и в живую, кажется так. Ладно, потом уровнем замерю. Эти вот, да, немного кривоватенькие. Ну, может они так и должны быть. Кривой прицеп этот. А так в основном все сделано довольно неплохо. Покрашено, конечно, похоже. Скорее всего, без грунтовки. А вот он есть. Довольно смачный дефект. Ну, видно должно быть. Вот здесь вот то ли клей, то ли краска. Скорее всего, наверное, капля клея образовалась при приклейке. То ли она поверх краски, да. Или похож поверх краски. Это цианакрилат. Не знаю, отодрать, скорее всего, не получится его. Надо посмотреть, чем-то он растворяется, цианакрилат. Попробовать растворить тем, что не повредит. Это, хотел сказать, лакокрасочное покрытие. Только здесь нет лакокрасочной. Здесь просто эмалью покрыться, скорее всего, и все. Ну, вот такая вот моделька DT54. Журналчик. Ну и все. Извиняюсь за вот такой быстрый сумбурный обзорчик. Без всяких там 3D-моделей через iPhone. Но я спешу. Вот так вот. Моделька мне понравилась. С клеем попробую что-то возможно сделать. Гусеницу тоже, может, поправлю. Посмотрю, просто наклон или так мне кажется. И, может быть, что-нибудь с фарой. В остальном все отлично. Так что вот так вот. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам понравилось. Так что, как всегда, подписывайтесь, комментируйте. Ставьте пальцы вверх. Так что всем слим. Пока и до встречи.